здравствуйте уважаемые друзья на связи роман душкин и сегодня воскресенье а это значит что настало время философства сегодня предлагаю поговорить на очень интересную тему я хотел бы рассмотреть разные виды бессмертия а именно бессмертие физическое и бессмертие цифровое есть еще разные другие виды бессмертия которые я не хотел бы сегодня затрагивать например можно сказать что без человека обеспечил себе бессмертие в головах других людей такая вот метафора может быть и в общем то она недалеко от истины так скажем поскольку мемы которые крутятся у нас в голове в виде наших мыслей которые передаются от человека к человеку является репликаторами фактически представляют собой жизнеспособную систему и человека бессмертие свое имя может перейти как бы такую форму существования но для самого человека эта форма она как бы не представляет никакой никакого интереса потому что его физическая оболочка мертва его ментальная как бы сущность тоже ее нету вот он продолжает жить в головах других людей это неинтересно давайте рассмотрим более конкретный более прикладные виды бессмертия это бессмертие физическое и бессмертие цифровое собственно почему мы об этом говорим потому что у нас в агентстве искусственного интеллекта в лаборатории цифровых бойников сейчас ведутся работы над проектом gear person который направлен на разработку платформы которая станет основой цифрового бессмертия ну как минимум мы планируем это все сделать и фактически нужно найти как бы разграничение где находится вот эта граница между физической оболочкой человека между его физическим бессмертием и бессмертием цифровым отличается ли это чем-либо друг от друга здесь возникает много интересных вопросов вопрос о том является ли наша реальность симуляции и мы еще поговорим об этом вопрос о том что такое квалитативное состояние которое мы воспринимаем прямо сейчас я в прошлое воскресенье немножко затрагивал на тему поскольку все вот это вот очень непосредственным образом как бы влияет на вопросы о том какого бессмертия нам стоит добиваться не будем сейчас обсуждать это мы обсудим как другой раз вообще зачем человеку бессмертия сейчас примем что бессмертие как таковое это очень прикольная вещь и вопрос заключается вот в чем если личность человека как я сказал пару недель назад это совокупность личного опыта человека и и восприятие человека прямо вот здесь и сейчас то может быть мы сможем обеспечить бессмертие человека восстановив его личный опыт который он перенес из головы на какой-то другой носитель и как бы внедрив этот личный опыт в на другой носитель например в кремний микросхему да в так скажем некого робота который воспроизводит человека на основании этого личного опыта воспроизводит его схему поведения воспроизводит все то что он мог бы говорить сам и так далее единственная проблема здесь это вот эти самые феноменологические квалитативные состояния которые сопровождают наше восприятие если у робота этих состояний не будет если он будет так скажем философским зомби как это называется то есть у него все внутри темно и тихо то сложно будет сказать что это будет живой человек поскольку мы люди все-таки не являемся философскими зомби по крайней мере каждый из нас это себе может кроме наверное дэниэла дэнета лично обосновать но тем не менее достичь достичь физического бессмертия на текущий момент на текущем уровне развития технологии скорее всего невозможно а вот добиться цифрового бессмертия под цифровым бессмертием предполагается создание некоторой сущности на основе технологии искусственного интеллекта которые мимикрируют личность человека который оставил после себя весь личный опыт в виде каких-то записей своих переживаний видеофайлов аудиофайлов и так далее то наверное еще требуется ну так скажем не более 10 лет развития современных технологий искусственного интеллекта для того чтобы суметь уже мимикрировать личность человека о котором собрана вся информация о его личной памяти архив памяти и так далее для того чтобы создать агента искусственного интеллекта который мимикрирует этом человек и вопрос будет заключаться на мой взгляд только в том что у этого человека должны быть вот эти самые квалитативные состояния чтобы он мог полноценно вкусить то что называется жизнью что мы люди называем жизнью и собственно вопрос вам на осмысление вот когда такое вот искусственное интеллектуальное существо в которой загружен личный опыт человека в ключ будет включена как бы начнет функционировать насколько это будет отличаться от того что человек просто проснулся утром вспоминаем при попытках ответить на этот вопрос вспоминаем то что я говорил про как бы свойства личности должна быть субъектность объектность и интерсубъектность то есть другие люди должны ежедневно другие актеры так скажем ежедневно говорить вот этому новому искусственного интеллектуального агенту что он именно та самая личность и он должен как бы накручивать на свою личную память на свой личный опыт подтверждение этого самого вот как в таком случае можно будет определить является ли он тем самым человеком который просто также проснулся утром как обычно просыпался или нет вот этот вопрос обдумайте давайте обсудим в комментариях в личке и так далее но так вот я вижу вопрос цифрового бессмертия и именно одно из свойств будущей платформы вирперсона который мы сейчас работаем это вот достижение таких вещей ну что ж на этом все давайте оспыслим обговорим будем рассуждать пишите в комментариях что вы думаете на эту тему ну а я прощаюсь с вами с вами был роман душкин до новых встреч и пока и до следующего воскресенья когда мы продолжим философствов всем пока а а